Ровно в два часа дня, когда во всей стране, да и в мире только начинается главный исторический диктант года, на паруснике Херсонес по громкой связи раздается команда. Один академический час и 25 ответов на совсем непростые вопросы о ключевых событиях войны, о местах сражений и, конечно, о тех, кто приближал победу. Есть историческая параллель в том, что к заданию одними из первых приступили именно в нашем городе, замечают курсанты, ведь в Севастополе и война началась на 45 минут раньше. К слову, в этом году диктант посвящен именно 80-летию, с момента начала Великой Отечественной. Севастополь – это город-герой, и поэтому это место действительно историческое и приносит, скажем так, мысли и силы к написанию данного диктанта победы. Но парусник Херсонес стал исключением лишь потому, что сразу по окончании диктанта экипаж фрегата взял курс на южный берег Крыма, проходить плавательную практику. А на других площадках – ровно в два, около 4000 желающих проверяли себя и свои знания. Диктант писали в исторических местах, школах, в вузах, в воинских частях и, конечно, онлайн. В едином порыве доказать – спустя годы мы знаем и помним свою историю, и никому не дадим ее переписать. Важно все-таки, чтобы помнили наши дети, наши близкие о той трагедии, которая была. Ведь возродиться фашизму заново мы не имеем права, как сказать, позволить. В этот день история, кажется, объединила весь мир. Россия и еще 79 стран отвечали на вопросы диктанта по русски, английски, китайски. Тесты переведены на три языка, чтобы трудности перевода не стали проблемой, когда речь идет об общей памяти. Александра Ковалева, Александр Тарасенко. Новости Севастополя.